Добрый день, друзья! С вами Светлана Бузанова. Сегодня я хочу с вами поговорить о разнообразии графитовых карандашей, которые мы еще привыкли называть простыми. Хотя это, конечно, не совсем так. Они не так просты, как кажется. И вообще создание графитового карандаша занимает даже больше дней, чем цветного или пастельного. То есть там более сложный технологический процесс. Но мы привыкли, что они у нас всегда под рукой, поэтому называем их простыми. То есть в нашем понимании это обычные, привычные, родные нам карандаши. И если у нас возникает мысль начать рисовать, то, конечно, это первый инструмент, который попадается нам в руки. Итак, давайте поговорим о том, что предлагают наши магазины в выборе графитовых карандашей, чем они отличаются и в каком случае, какой из них лучше выбрать для использования. Ну, начнем с самых привычных нам, с самых известных. Это карандаши в деревянной оболочке. Обычные, тоненькие. Они бывают, ну, совершенно таких малознакомых марок, безликих. Бывают достаточно известных и раскрученных. Ну, в принципе, практически каждый бренд, который занимается изготовлением всевозможных инструментов для художников, считает должным представить также линейку графитовых карандашей. Ну, вот у меня в руках самый, пожалуй, известный, тот, который предлагают наши магазинчики, это карандашик фирмы Кахинор. Ну, и я бы, конечно, советовала, если вы собираетесь начать рисовать именно графитовыми карандашами, приобрести себе карандашики не любые для школьников безликих марок, а какой-нибудь известной фирмы. Ну, вот Кахинор, я считаю, прекрасное начало. То есть, чем отличаются школьные карандашики от карандашиков для художников? Ну, во-первых, вот качеством вот этой вот деревянной оболочки, с которой они собраны. Дело в том, что в дешёвых, простых карандашиках очень часто эта оболочка собирается без учёта направления древесины, и когда вы начинаете карандашик точить, то она как бы сопротивляется заточке, то есть здесь древесина идёт поперёк. Это бывает и в цветных карандашиках, и в простых. Достаточно часто, то есть у вас будут возникать сложности в том, чтобы правильно и удобно его заточить. В Кахинорских карандашиках такого я ни разу не встречала. Тут достаточно качественная вот эта вот деревянная оболочка, хорошее дерево, волокна расположены вдоль грифеля, и достаточно удобно и легко затачиваются. Это первое отличие хороших карандашиков от любых, я бы так сказала. То есть я не хочу хвалить именно эту марку, просто она самая часто встречающаяся у нас в продаже в магазинах. И второе отличие, которое есть, это, конечно, твёрдая мягкость карандаша. То есть все карандашики профессиональные имеют вот здесь вот на хвостике или где-то вот здесь обозначение, насколько они твёрдые или мягкие. Если это карандашики, сделанные у нас в России, то здесь будет буковка Т твёрдая, М мягкая. И если это европейские карандашики, то твёрдость обозначается буковкой H, а мягкость буковкой B. Ну и, соответственно, есть ещё цифры. Цифры добавляют твёрдости или мягкости к обозначению. То есть карандашик 4H будет твёрже, чем карандашик H. А карандашик 4B будет мягче, чем карандашик B. То есть у нас вот сюда идут цифры по взрастанию, и сюда идут цифры по взрастанию. А вот этот вот HB – это серединка. Он называется твёрдый мягкий карандашик. Это как бы самый часто встречающийся карандаш. То есть если вы, например, видите одиночный вот какой-то, то он, скорее всего, будет обозначение HB. Именно у фирмы Кахинор есть ещё удивительный карандаш, на котором есть обозначение F. Он располагается между твёрдымягким HB-карандашиком и первым из линейки мягких B. То есть он тоже, как HB, имеет такую же твёрдымягкую структуру грифеля. То есть он практически, ну, немножко отличается вот от этого карандашика. Итак, если вы планируете делать графические работы с помощью карандаша, то обязательно приобретите набор карандашей, в котором будут и твёрдые, и твёрдомягкие, и, самое главное, мягкие и очень мягкие карандашики. Это важно. Без мягких карандашиков красивой графитовой работы не получится. Вот, посмотрите, у меня здесь есть тоновая раскладочка. Художники тоном называют темноту и светлоту в работе. И если вы будете работать только карандашиком H, то есть твёрдым, то вы сможете, даже если будете сильно нажимать или положите несколько слоёв, вы сможете дойти только вот до такой темноты. А если вы будете работать только очень мягким карандашиком, то вы сможете дойти только вот до такой средней светлоты. А если вы будете работать одним твёрдым, мягким карандашиком, то вы не сможете получить вот такого тёмного и вот такого совсем светленького. То есть у вас будет очень ограниченный диапазон. Поэтому вот такую большую-большую раскладочку по темноте в рисунке вы сможете получить только если будете работать не одним карандашиком, а несколькими разными. Причём, ну тут ещё важно то, что твёрдый карандашик оставляет более тоненький, более острый штрих в работе, а мягкий карандашик зато прекрасно затушевывает и даёт такую ровненькую тёмную поверхность. То есть у них не только по темноте разница, но и по тому, какой след они оставляют на бумаге. Следующая разновидность карандашей, о которых я готова рассказать, это вот такие вот жирненькие карандаши. Здесь у меня представители той же фирмы Кахинор. Не потому что я фанат этой фирмы, а потому что, ну, они есть в магазине, и я увидела, купила, а других фирм меньшее разнообразие представлено. Вот такие вот карандашики. Смотрите, какой у них толстый стержень. Разница в них в том, что вот эти карандашики имеют круглый стержень, а вот эти, они даже называются скетчинг пенсил, они имеют такой плоский стержень, то есть там плоская пластиночка. Вот так она широкая, а вот так, посмотрите, она достаточно узенькая. Этими карандашами очень хорошо делать быстрые наброски. Там, где мы не занимаемся прорисовкой деталей и делаем красивую графическую работу, а если мы работаем с натурой, если нам очень надо быстро набрать какое-то большое темное пятно. для работы с натурой, вот эти карандашики просто прекрасны. Конечно, в них есть недостаток, их немножко сложнее точить. То есть, если вот эти еще убираются в какие-то виды точилок, то вот эти точно надо точить только руками. То есть, тут, ну, если приспособиться, то эти карандаши просто незаменимы. Тут надо заметить, что вот эти большие карандаши практически вы не найдете твердых. Они все супер мягкие. Ну, они, в общем-то, и рассчитаны на то, чтобы получать большие, быстрые, темные пятна работы. То есть, это все карандашики 2B, 6B, 4B. Очень-очень мягкие. В магазине вы также можете встретить разные цельно-графитовые карандашики. Когда я его покупала в Леонардо, мне сказали, что их с большим удовольствием покупают все, кто работает по металлу. То есть, они этим графитовым карандашиком натирают те места, которые не должны припаиваться, которые должны хорошо скользить. Ну, честно говоря, хотя он супер мягкий, тут на нем написано 9B, работать им в графической технике не очень удобно. То есть, у него вот эти вот острые грани, которые были при продаже, они не дают набирать равномерное какое-то достаточно пятно. Но, видите, они проявляются в рисунке. Их видно. Вот, их видно в рисуночке. То есть, им трудно работать равномерно. И, ну, в принципе, мне, честно говоря, мне вот нравится деревянная оболочка. То есть, этот карандаш, он для каких-то специфических затей художника удобен. Например, набрать графитовую пыль, чтобы растереть. Ну, или каких-то таких вот очень специальных. Но покупать его для поездок куда-то я не советую. Достаточно сложно с ним работать. Его не так просто, как деревянную оболочку затачивать. В общем, этот карандашик имеет смысл покупать, только если вы точно знаете, что вам нужен именно он и для каких целей. Ну, из экзотических в деревянной оболочке, я также могу еще упомянуть, и вот таких цельно-графитовых. Есть карандаши растворимые, то есть, типа а-ля акварельные графитовые карандаши. Они тоже очень специфические, и покупать их имеет смысл только, если вы точно понимаете, зачем вам они нужны. Потому что, конечно, его можно размыть водой, он оставит серый тон, и он будет даже стираться ластиком. Но блеск никуда не денется, присущий графиту, и сочетать его с другими материалами достаточно сложно. И также сложно набрать им вот какие-то очень темные тона, то есть, он очень специфический, только для каких-то таких волшебных эффектов, которые вы точно запланировали, и знаете, что они вам в рисунке нужны. Ну, и кроме вот деревянных карандашиков, которые мы перечислили, бывают еще в продаже также механические карандашики. Вот у меня тут представлено три вида. Тоненький, средненький и толстый стержень. Ну, понятно, да, чем они хороши. Хороши они тем, что их не надо стачивать в деревянную оболочку. Там внутри стержень. Когда он закончился, мы его просто выдвигаем и дальше поехали. Но это не значит, что их не надо точить. Вернее, как? Вот этот тоненький карандашик действительно универсальный. Его, в принципе, никак не надо затачивать. Просто выдвигаете стержень и рисуете. Чаще всего стержень в нем HB. И толщина вот этого стержня где-то 0,5-0,3. Ну, 0,5 самый такой универсальный. И он хорош для того, чтобы, например, оставлять в штриховке очень ровную линию. Если у вас есть такая затея, что вам в штриховке нужно показать какие-то очень ровные штрихи, то этот карандаш будет идеален. Единственное, что, конечно, темного пятна вы им не наберете. И очень удобно этим карандашиком также делать предварительные рисунки под другие техники. Линия от него остается очень легкая. Если не нажимать, то практически невесомая. А дело в том, что на графит, который по своей природе скользкий и блестящий, да, как мы знаем, практически не ложатся другие материалы. То есть, если мы нарисуем жирненькую линию, то нам придется возить по листочку ластиком и нарушать бумагу. Поэтому, конечно, вот такой тоненький карандаш, который оставляет невесомую линию, прекрасен для того, чтобы сделать предварительный рисунок под акварель, под пастель, под цветные карандаши. Он практически скрывается под другими материалами и не нарушает работу. Вот рекомендую для таких целей вот этот тоненький карандашик, которым можно работать невесомо, без нажима. Вот такой карандашик, средненький, можно использовать также для этих целей, но он вам не оставит такую же вот ровную, гарантированно ровную линию, как предыдущий. Тут все-таки будет зависеть от того, под каким углом вы этот карандашик будете держать. Тут есть некое разнообразие в линии, но опять же, грифель у него только HB, поэтому его хорошо использовать, например, в поездках, в набросках, если вам нужно, кроме вместе вот с этими карандашиками, если вам нужно добавить какие-то совсем мелкие детальки. Ну, если вот вы рисуете, например, городской скетч, и там какие-то окошечки, грязные и прочее, то есть этот карандаш удобен в этом случае. Конечно, если нет совсем тоненького, им можно делать и подложку под другие техники. Что в этом карандаше еще прекрасного, что хвостик у него является также и точилкой для грифеля. То есть мы можем сюда вот вставить грифель и сделать его более остреньким. То есть такая вот универсальная вещь. Это опять же карандаш фирмы Кахинор. Так получилось, что я сегодня презентую эту фирму. Удивительно. Но действительно в наших магазинах именно она представлена, ну, по крайней мере, в нашем городе именно эта фирма представлена с самым большим разнообразием графитовых карандашей. И, наконец, вот этот толстенький автоматический карандаш. Несмотря на то, что кажется, что, ну, тут грифеля нам хватит на всю жизнь, на самом деле я считаю неудобным. Потому что разнообразие большого вот этого толстого грифеля он нам не даёт рисовать им приходится всё так же, что называется, вот так вот, тонкую линию. Вот эта вот граница заточки, вот это вот колечко, оно нам не даёт рисовать ровненькие по набору тона пятна. Наклонять его сильно мы не можем, потому что нам мешает вот этот пластиковый корпус. То есть вот этот карандашик, механический, с очень толстым грифелем, он очень специфичный, он, наверное, удобен в каких-то строительных работах для каких-то, скажем так, своих отдельных затей. А для художников вот этот карандашик я не рекомендую. Я считаю, что он достаточно неудобный. Ну, что ещё хотелось бы отметить, что у разных фирм карандашики, которые обозначены одинаковыми буквами твёрдости и мягкости, всё-таки могут иметь разный след на бумаге. То есть у каких-то фирм карандашик с буквой H будет более светлым, а у других более тёмным. То есть всё, конечно, надо пробовать, ко всему надо привыкать. И может так получиться, что карандашик, скажем, 2B одной фирмы рисует так же мягко, как карандашик 4B другой. Вот такая вот история. Но с этим просто... Это просто надо определять для себя на практике. Итак, мы с вами поговорили про карандаши. И теперь, я думаю, очень актуальный момент, про который имеет смысл поговорить, как же их точить.